Всем добрый день! Сегодня жаркий день у нас в Берлине. Плюс 30 градусов. Мы со Стасиком пришли себе смотреть новую квартиру. Через час, через 40 минут даже у нас встреча с хозяйкой квартиры. Сейчас выйдем, подключимся и вам расскажем. Дом, так посмотрели, район хороший, зеленый район, магазины рядом, транспорт рядом. Но один минус, в доме был пожар. В доме был пожар тоже. Это очень расстроило. Тут такие контейнеры для вещей. Если у вас есть ненужные вещи, можете выкинуть в контейнер. Чуть ли не в каждой квартире горело. А то плесень. Нет, это от дыма. Ну, вообще может быть. Ты что, плесень во всем, ты что? Ну да, тут тоже какой-то странный дом. Как обгоревший. Ну, не знаю, район вроде нормальный. Курить в комнатах, понимаешь? Немцы в комнатах курят. Укрывать. Ну, если квартира арендованная, им и не жалко ее. Вот так. За это мне Германия и не нравится. То, что квартиры в основном в аренде. Люди не ценят арендованное жилье. Потому что оно не свое. Все-таки у нас в Украине так много пожаров никогда не было, как тут. Тут куда ни глянь, везде пожары. Думай, какие красивые. Ну, это они пока красивые. Постоят, увидишь. Тут новострои есть. Ну, да, я же хочу. Я сейчас расскажу. Я не знаю, там люди будут, не будут. Сейчас зайдем в квартиру. Посмотрим квартиру. Подключимся, вам расскажем. Насчет того, как я нашла квартиру. А никак. Вела просто в поисковике. Нашла приложение. Социальный, социальный вонунг. Нашла по нему квартиру в Перлине. Там много квартир. Подала заявку. Всем еще раз приветик. У меня мукпанг. Завтрак. Гречневая каша. И салатик. Салат, пуряк, свекла, яичко, майонез, чеснок, соль, перец. Кстати, этот раз свеклу покупали в Реве. Такая вкусная, сладкая. Вкусная очень свекла попалась. Гречневая каша. Гречка на бульоне куриным со сливочным маслом. Вчера ходили, квартиру смотрели. Нашла по объявлению квартиру. И цена хорошая подходит. 580 евро. Двухкомнатная квартира. Район Копейник. Я думаю, кто в Берлине знает. Людей была мать-мущая. Мы где-то 17-е. Ну, мы первые пришли. Ну, человек 17-18 было. Короче, посмотрели квартиру. Хозяева взяли наши координаты. Сказали, напишут на электронную почту. Ну, как у всех. В течение следующей недели сказали ждать ответа. Ну, что хочу сказать. Квартира неплохая. Без мебели, без ничего. На первом этаже. Единственный этаж мне не нравится. Первый. Я привыкла жить на высоких этажах. Кстати, в доме тоже пошарпал. На третьем этаже там пошарпал. Все обгоревшее стоит ужас. Кстати, кто в Германии смотрит, пишите в комментариях, из-за чего тут так часто пожары. Лично мое мнение, это из-за аренды. Люди живут в арендованных квартирах. Это не их квартира. Они и не ценят. Потому что у нас в Украине столько пошаров в квартирах никогда не было. Сколько тут. Как ни посмотришь, везде пошар. Вот так мы шили в Украине. Я раньше как-то имела свою квартиру. Как-то над этим мне задумывалось, что когда-нибудь придется варенье шить. Оно надо свое все-таки ценить. Лично для меня варенье шить это катастрофа. Своё шильё есть своё шильё. Ты хочешь розетки сделаешь. Какой хочешь ремонт сделаешь. Ты кажешь, что ещё и вкусная в своей квартире. А арендованная, это всё равно чушая квартира. Ты просто ежемесячно букетываешь деньги на ветер, я считаю. Это лично мое мнение. Это, кстати, для меня самый большой минус Германии. И плюс, чтобы найти квартиру, эти кастинги проходить, это кошмар. По 17-20 человек приходят. Всем жильё нужно. В Берлине, как вы знаете, жильё очень трудно найти. Мы надеемся, что нам повезёт. Хотя я уже к этой квартире привыкла. И район мне устраивает. Ну, маленькая квартира. Всем рекомендую такой салат делать. Очень полезный. Можно, кстати, вместо майонеза маслом. Но я люблю майонез. Сегодня у нас пятница. Последний день недели. И, кстати, последние дни тепла. Сейчас кофе попьём. Пойдём на пляж. Пока погода позволяет, пока тепло, надо использовать время с скоростью. Гречка этот раз такая вкусная. Поедем на пляж, поплаваем, позагораем. Надо, кстати, завтра в Райву опять поехать и купить свеклу. Кстати, на удивление, очень быстро сварилась. Полтора часа и готова. Даже эту я не полтора, а час сварила. Час. Такой лёгкий диетический завтрак. Сейчас кофе попьём и будем отправляться в путь. Так что, кто ищет в Германии квартиру, в Берлине на квартире, такой спрос, что ушат. Найти очень трудно. Это я одну по объявлению нашла. Термин пришёл. Ну, столько людей было, это кошмар. Я считаю, что если переехать в другую страну, мигрировать, начинать шесть с нуля, то надо с деньгами ехать, с немаленькими, покупать сразу квартиру и иметь собственное жильё. а вот это ныкаться по арендам, это... это не выход. я лично не хотела бы свою старость встретить в арендованной квартире. я вообще считаю, что иметь свою квартиру, это не роскошь, это необходимость. хотя бы однокомнатную, но чтобы она была своя. Я же не говорю, какой-то дворец шикарный иметь, или виллу. Обычную квартиру. Это необходимость. Я считаю, что каждый человек должен иметь, хотя бы однокомнатную, но свою квартиру. А жить в аренде, это несерьёзно. Ну, да так можно годик пошить, два годика, но по пять, по десять лет шить в аренде, это... Я бы пять лет не смогла бы в аренде прошить. Так что всем хорошего совершения недели, хорошей пятницы. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. И хороших вам выходных дней, субботы и воскресенья. Тепла, любви и мира. Всем до скорой встречи. Субботы и субботы. Субботы и субботы. Продолжение следует...